всех приветствую на канале лёха мега строитель сегодня мы занимаемся заливкой плитой до этого ролики я показывал как мы связали арматуру как поставили стучки сегодня еще раз пробежимся как же мы ее связали какая у нее толщина у этой плиты как раскрепили опалку почему именно так и немножко расскажем про заливку бетона как правильно заливать послойно или поэтапно как правильно вибрировать начинаем и так расскажу значит с опалубки в общем то здесь мы на данном объекте чтобы применили как сделать то есть большинство случаев мы когда ставим опалку мы ее подсыпаем из песка или какого-то гравия что есть на участке в данном случае здесь возможности такой нету за счет того что высота плиты достаточно большая сыпать большое количество нужно было бы и песок мог бы придавить соответственно опалку во внутреннюю часть что мы сделали мы взяли 10 арматуру предварительные и согнули под 90 градусов и подхватили по 5 сантиметров тут по 7 к несущей арматуре который у нас лежит на полностью в теле все плиты соответственно у нас доска здесь 50 на 200 50 на 150 брусок 50 на 50 просверлен посередине загнут и соответственно все это держится идеально четко вообще без каких-либо погрешностей плита у нас на 450 высотой значит по каркасу сетка у нас идет 200 на 200 здесь 16 арматура здесь у нас холосты нахлестов пешек у нас 80 миллиметров здесь если обратить внимание у нас есть зазор так называемый то есть у нас защитный слой должен быть от арматуры до стенки это же самое стульчики у нас стоят от плантора то же самое дают у нас защитный слой из бетона то есть и от опалубки до пешек везде полностью все у нас значит смонтировано дальше что хотелось рассказать марка бетона у нас здесь 350 b25 бетон дальше мы двигаемся значит к закладным закладные у нас здесь 22 под колонны поднесущие замотали мы здесь пленкой для того чтобы при заливке не забилось резьба у этих закладных здесь также у нас защитный слой то есть если можно обратить внимание от арматуры до резьбы есть расстояние это для защитного слоя бетона вот расчета а по плите производились исходя из того что здесь у нас слишком близко грунтовые воды в общем-то осадки тут в общем-то здесь по сути болото было до всего этого насыпного было болото болото это засыпали вот тем не менее сейчас здесь строятся здания производственные и в принципе они стоят тут которые здесь соседние эти соседние производства не мы строили мы здесь провели оптимизацию по этим фундаментом здесь еще мощнее они были вот нам доверились мы собственно здесь занимаемся заливкой хотелось бы рассказать про саму заливку значит ребята сейчас уже за счет бетона насоса делают подушку заливают непосредственно защитный слой над арматурой выравнивается все это за счет ротационного уровня который у нас стоит вот здесь позади нивелировка идет у нас плюс-минус и пол сантиметра до максимум до сантиметра и таким образом мы все выравниваем послойно все у нас вибрируется для того чтобы не было пор в бетоне то есть весь остаточный воздух который присутствует бетоне за счет вибрации он пузырьками выходит наверх бетон тем самым уплотняется и минимизируется значит по воздушным так скажем этим пором но нужно не перестараться вибратором чтобы щебенка полностью у вас не села вниз а вверх поднялось молочко то есть нужно равномерно местами проходить и вибрировать мы приблизительно вибрируем каждый 30-40 сантиметров не погружая там на минуту или на полминуты то есть буквально по 5 секунд опускается вынимается в следующее место представляется и таким образом вся поверхность это будет вибрироваться после чего у нас есть гладилка который гладилка мы ровняем весь бетон нивелируем его сейчас если обратить внимание у нее есть шагрей за счет щебенки когда пройдет верхняя вибрация и заглаживание бетон становится полностью весь ровный дальше у нас под колоннами значит идет усиление арматуры здесь уже в данном случае идет ячейка 100 на 100 арматуру также 16 пятак у нас здесь так называемый под колонны метр на метр усиление верхнего слоя арматура третьего четвертого слоя то есть внизу у нас первый второй слой здесь у нас получается 3 4 на на верхней части нижняя часть у нас ячейка остается 200 на 200 таким вот образом заливается соответственно плита двое человек которые разравнивают бетон равняет после заливки бетона насоса один работает на бетон насосе так называемая со стрелой со шлангом и один идет с уровнем проверяет каждые 30 40 сантиметров отметку бетона но в данном случае ногой подравнивает но можно лопаты скрипком чем угодно в общем то проходит вся неливировка по всей плите немножко про бетон кто поставщик сюда мы работаем только с проверенными с поставщиками на данный объект нам поставляет бетон компания бетон град и ннн будет высвучено этих ребят находятся они на менделеева один офис поставляют нам регулярно бетон имеют большое количество своих машин которые привозят бетон на данном объекте даже у нас сейчас технолог от их организации находится которые смотрят за ходом всей заливки приходом бетона качеством его в общем то и вот такая проходит регулировка так скажем по приходу по всем машин нет чуть добавить воды на заводе где-то убавить в общем то все абсолютно четко подконтрольно в общем то организацию которую бы я вам советовал при заливке своих объектов жилых и же с нежилых коммерческих помещений в общем то все что касаемо этого не подводят по поставки но также хотелось бы сказать наверное то что мы часто очень используем тех монолит которые к нам приезжают бетононасосы работают на всех на наших объектах то есть от этой организации приезжают постоянно только они почему я советую эти организации никакой абсолютно вообще выгоды от этого так скажем я нету есть не по стоимости то у нас по цене по выгоде а нам нужен сервис как мы предоставляем для заказчиков свой сервис по скорости залива качество продукта вот эти ребята могут просто это все осуществить сделать должном виде а очень качественно быстро есть какие-то у нас происходят заминки то вопрос решается всегда очень быстро то есть без каких-либо проблем не бывает такого что завода пришел бетон слишком жидкий не бывает такое что начинаем проверять бетон на седьмой день и он не выдает ту марку в общем-то сильно растрескать в общем-то разные по показателям которые есть у других заводов в воронеже не будем мы про них говорить со многими мы работали мы не сразу с этим заводом начали работать а спустя наверно лет пять вообще когда занимались стройкой и пришли к тому что начали работать сильнее на качество и начали искать партнеров проверенных вот мы их нашли не всегда этот бетон становится дешевле чем у многих других связано это с логистикой если здесь мы сейчас тоже на менделеева находимся до недалеко от главного офиса ребят то допросим если нам явно отвести или еще какие-то точки слева берега достаточно проблематично то есть логистика длинше бетон подороже но мы всегда за качество и нас в принципе не пугает вообще от слова совсем ну и наших заказчиков в разница там образно на логистике при заливке дома будет 15 тысяч рублей 15 тысяч рублей но можно проиграть на качестве еще принципе пожалеть что сэкономил 15 тысяч рублей поэтому мы со всеми заказчиками договоримся что нужно привозить именно такой бетон и работать только с ним вот как раз идет сейчас у нас по бетону вибрация бетон полностью мы опускаем шнек на 350 миллиметров тем самым проходит вибрация полностью всей толщины по бетону все 450 миллиметров если вы обратите внимание каждый вот 30-40 сантиметров опускается и вибрируется не нужно ждать поминуть и говорить о том что больше там воздух уйдет больше селенки сядет на дно нежели чем правильно про вибрируется вот прибор который славливает луч и и значит монтажнику говорит что либо нужно приподнять на пол сантиметра на сантиметр либо опустить снять бетон данном случае чутью надвигает можно наглядно вот здесь посмотреть а вот эта часть бетона она еще не заглажена сейчас монтажники заглаживают вокруг закладных последствия заглаживают уже общую массу плиты здесь не заглаженная часть а вот в этом случае она уже про пройденная правда но заглажена эта часть и бетон максимально становится ровный то есть он имеет какую-то небольшую шагрень но она совсем как бы ни на что уже не влияет то есть она максимально ровная и после того как прогладили если посмотреть сейчас вот в горизонт так скажем этого материала видно что еще там есть неровность а в данном случае она идеально ровно а и Субтитры подогнал «Симон»